всем привет привет вы когда-нибудь мечтали о своем доме об автодоме мы вот мечтали и особенно задумались на карантине мы очень любим автопутешествия и вообще нам по душе такой лайфстайл поэтому мы решились вводные данные у нас есть 1 миллион рублей и мы должны построить технологичный стильный и удобный автодом для проживания в нем круглый год ну а для начала нам нужно продать нашу машину получилось что я ее вам пригнал и я ее от вас угоняю сейчас машина хорошая никогда ни разу вас не подвела самое главное не жалейте потому что юра действительно для себя все продали итак мы рассматриваем citroen jumper peugeot boxer и fiat ducato но за эти деньги fiat ducato скорее всего будет старом кузове поэтому он нам не сильно подходит главный критерий почему выбрали именно эти машины это ширина и грузового отсека среди своих одноклассников это самый широкий кузов и прямо сейчас мы пойдем посмотрим первый попавшийся автомобиль это citroen jumper и продавец просит за него 600 тысяч рублей ну окей глянем посмотрели мы первую машину убитая нам говно это точно в общем мы долго еще смотрели шерстили авито и автору и все это был полнейший хлам мы решили повысить все таки немного бюджет и посмотреть fiat ducato буквально сразу же нам попался интересный вариант но так как мы его проверить сами не можем потому что ни хрена вообще не шарим в подборе тачек тем более коммерческих пришлось подключать нашего друга андрея он в них шарит и занимается ими всю свою жизнь ну а продавец дука там уже у нас недели две наверно никак не мог назначить то у него ремонт то еще что-то и вдруг звезды сошлись встреча была назначена и знаете где в поселке под названием мечта на улице радостная мы на врачей я туда не подлез никак не подернул да вот все я вижу прям мокрое все можно скатываться мы так долго смотрели андрей пробивал ее по всем базам узнали настоящий пробег сколько примерно надо в нее еще вкладывать как обычно оказалось немало нюансов о которых мы расскажем попозже андрей еще прилично сторговал и немного подумав мы решили надо брать ну что народ вот и наша тачка конечно же всем интересно за сколько мы ее купили за шестьсот десять тысяч рублей и давайте расскажем что мы получили за эти деньги первую очередь это комплектация у нас есть все все насколько это возможно в грузовой тачке потому что тут есть круиз-контроль блин для дальней дороги это офигенно круто он тут стоит с завода не на колхозил никто просто кайф пневмосидение она прям классная но я так почувствовать не могу я сильно легкая а вот водителю просто супер на 10000 километров как настоящий дальнобойщик можно гнать с комфортом еще есть мультируль мультируль это прикольно в грузовой тачке ну мы ни в одной не видели которые мы смотрели и кондер кондер он скажете ну вы решили удивить кондиционером нет ребят не так то просто найти кондер в грузовом автомобиле который никто туда не пхает для наемного водителя чтоб ему было комфортненько половине комплектации вообще этой этих машин нет кондиционера и все все живое все рабочие электроника вся исправно мы ничего не собираемся с ней делать еще тут вся машина один сплошной бардачок тут полочка тут бардачок тут бардачок какие-то выемки подстаканники здесь для типа мини холодильник сюда мы кладем водичку она от кондера работает и огромная полка в общем барахла сюда можно распихать меренно-немеренно вот по салону нас все устраивает конечно надо делать химчистку ну это очевидно а еще забыла сказать что здесь шестиступенчатая коробка передач это клево для трассы это означает что мы будем экономить топлива и не работает датчик топлива но ладно мелочи опустим сделаем здесь же как бы 500 тысяч пробегах но указано 280 естественно его скрутили ну да ладно настоящий мы узнали попозже но мы собственно и не верили что его 280 так ладно давайте перейдем к кузову зеркала они же просто гигантские у них видно абсолютно все они с подогревом электро регулировкой и на 500 тысяч пробега это супер классно что они рабочие и тут же тут же видно вот это вот одно из главных достоинств вот они окошечки они стоят сантиметр в сантиметр тех местах где мы их планировали если купим автомобиль без окон а это означает что мы экономим на времени на трудозатратах в деньгах и носиться с документами меньше то их же надо конечно же вносить в изменении все такое в общем мы очень довольны окнами конечно они не зимние но зимой все равно нужно хорошее отопление и я думаю утепление окон не кардинально решит всю ситуацию и вот он самый главный бонус это гигантский грузовой отсек тут семь с половиной квадратов и мы собираемся здесь обустроить целую квартиру звучит пока что немного анбелива был но я уверена у нас получится очень круто все и все влезет что мы хотели поскольку высота здесь 220 а значит у боши над головой просто хрена от сантиметров ширина метр восемьдесят пять это уже в зашитом состоянии значит мы ляжем в полный рост длина 410 просто космос гигантский реально огромный здесь есть полка достаточно большая мы здесь делаем шкафчик в общем у нас много планов ну конечно планировки мы расскажем отдельно потому что это будет целая серия с аргументами за и против и об этом попозже и еще можно считать за плюс это то что двери вот так вот складываются сзади то есть когда мы будем стоять где-то мы можем полностью открыть и никому не мешать вот тут своими распашонками ну что теперь настала пора поговорить о минусах за 610 тысячах просто не может не быть у нас подлагивает фара иногда не светит нет одного дворника но дворники кстати это и болячка очередная потому что сколько мы их смотрели почти во всех были к личные дворники еще разбиты обе противотуманки но главное они есть и рабочие заменим не сильно страшно главный косяк это двери это просто жесть такое впечатление что он блин был на войне и в него стреляли какая-то дыра блин она меня очень жестко бесит но мы и заделаем это все мы за это все торговали облезлости вот эти мы тоже собираемся их или красить или мы думаем возможно в следующем году мы вообще в круг перекрасим машину в другой цвет поэтому мы на этот счет не сильно запаривались здесь косяки в петлях вот здесь они треснуты и почти во всех машинах такая же история потому что это их болезнь двери очень тяжелые они проседают и даже если их постоянно не юзать они все равно потихоньку тянут вниз и появляется вот такая хреновина с морковиной еще есть всякие рыжики по кузову но на них пофиг опять-таки потому шумбицил еще по кузову есть всякие рыжики на них пофиг опять-таки потому что возможно будем красить тут немножко порыжело да а а еще тут была плесень во всяких щелках зародилась новая жизнь потому что машина стояла два года и на ней вообще не ездили самая дорогая часть из минусов это техническая часть полностью в круг надо поменять все тормоза не работает даже ручник потом надо заменить какой-то клапан r до игр наверное я не шарю в этом всем понимает андрей и по технической части он сделает отдельный обзор на этот автомобиль который вы сможете посмотреть по ссылке под этим видео ну что народ вы затянили нашу тачку в общем все ее плюсы перекрывают все ее минусы и да мы знаем нужно в нее вкладывать деньги внимание и время но мы довольны своим выбором это круто а в следующей серии мы вам расскажем о том что мы задумали по планировке какие первые шаги переделки по документам в автодом и сколько мы тратим на ремонт на этом все всем пока пока а и а и а и и и и и